Знамы на звездку Маргарита Авклодиани, волонар-редакторка выдания «Джейм Ньюз». Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Ну, первая новость, на которую я обратила внимание, касается Михаила Саакашвили. Его адвокат Валерий Гелбахиань заявил, что бывший президент Грузии принял решение вообще уйти из грузинской политики из-за состояния здоровья. Какие последние новости касательно состояния здоровья Михаила Саакашвили? Что с ними, где он? Он проходит лечение в клинике, и состояние здоровья у него действительно, видимо, очень сложное. Я добавляю слово «видимо», потому что сложно сказать, на какую информацию равняться. Есть информация от врачей, которые работают официально в клинике или являются контрактными в тюрьме, в тюремной больнице. Есть группа врачей, которые являются его личными врачами. И есть мнение правозащитников, есть мнение властей. И они все дают не совсем одинаковую информацию о состоянии его здоровья. Если полагаться на то, что периодически сообщает он сам или член его семьи, то состояние его очень сложное, диагноз не до конца детализируют, но речь идет о неспособности усваивать пищу. Чтобы в какой-то степени, опять же, это как спекуляции можно говорить, потому что разные есть аккаунты по этому поводу, что в некоторой степени может быть связано с той длительной голодовкой, которую он вел в тюрьме, когда он только в нее попал в прошлом году. Но состояние тяжелое, плохое. Он потерял сознание во время слушания очередного в суде. И что ему очень плохо физически, это не поддается, это никаких сомнений. Но что именно, вот здесь немножко сложно. Скажите, пожалуйста, какое вообще сейчас влияние имеется Акашвили на грузинскую политику? Вот то, что он сейчас уйдет с политики, это как-то вообще отобразится на политическом ландшафте Грузии? Ну, мы не можем сейчас так уверенно говорить, что он уйдет из политики, потому что он сам пока ничего не говорил. Пока говорил только его адвокат, и адвокатов сказал, что он основывается на разговоре с ним, который был до заявления еще за неделю или за несколько дней. Поэтому пока сам Михаил Саакашвили не сообщит об этом, или на своей странице в Фейсбуке, как он часто делает, или сделав какое-то заявление, мы не можем уверенно об этом говорить. Это прежде всего. Второе. Сегодня Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме, оказывает огромное влияние на поляризацию в обществе. То есть сегодня оппозиция, любая, будет это аффилированная с ним партия, национальное движение, или же будут это какие-то другие оппозиционные партии, очень сложно заниматься какими-то другими политическими целями, когда он находится в тюрьме, и оппозиция, и большая часть общества требуют, чтобы ему изменили наказание, или амнистировали его, или выпустили как-то иначе. То есть возможность заниматься политическими дебатами по другим вопросам сильно сокращена. Из-за того, что все внимание, весь конфликт между властями и оппозицией, он фокусирован на нем. В этом смысле его влияние очень большое. Из-за того, что он не дает возможности приступить к тому самому второму главному пункту, предложенному Евросоюзом, это деполяризация в обществе. Но если говорить о том, что оказывает ли он влияние именно как политик, своими взглядами, или предложениями, или программой, то здесь, боюсь, я должна сказать, что нет. Что влияние он никакого не оказывает, и, в общем-то, особенно и не выступал с какими-либо программами или предложениями после того, как он вернулся. А напомните, пожалуйста, вот вы сказали, что во время последнего судебного заседания он даже потерял сознание. Я бы хотела уточнить, а что, в общем-то, по последней какой-то информации светит Михаилу Саакашвили? Когда-то я читала, что речь идет о шести годах за решеткой. Шесть лет у него есть, но рассматриваются всевозможные частичные дополнительные пункты, рассматриваются апелляции, которые подают его адвокаты. То есть это решение о осуждении его, оно есть. Шесть лет по трех статьям. Но здесь из-за апелляций и дополнительных каких-то вопросов, которые есть, в том числе и у судебной комиссии, из-за этого продолжается рассмотрение, которое теоретически может или в одну, или в другую сторону какое-то решение принять. Пока что, по крайней мере, так. И постоянно муссируются слухи и разговоры в обществе, в обществе и в оппозиции о том, что президент имеет право его помиловать. Она может его просто решить вопрос одним розчерком пера. Только что была амнистия, буквально только что, неделю назад или какую-то, но он не вошел туда, в этот список. И так же, как и арестованный директор оппозиционного телеканала не вошел в этот список. Но спекуляции продолжаются о том, что его может амнистировать президент. Вот поэтому такая ситуация. А что для этого нужно президенту? Я имею в виду, у президента есть политическая воля? Президент полностью независим, чтобы принимать подобные решения? Или все-таки он зависим от каких-то других политических элит в Грузии? Или в чем дело, почему? В чем сложность, чтобы помиловать Саакашвили? Или, может быть, у него приговор очень серьезный, и это не попадает под эту категорию отзывания? Ну, вначале скажу про приговор, коротко. В этом сходятся и международные судебные правовые эксперты, и грузинские, что приговор нерелевантный. Что, во-первых, он сам по себе нерелевантен тем правонарушениям, которые ему вменяются. Он жесток до невозможности просто по своей сути. Но если брать в расчет то, что он все-таки бывший президент, что должно влиять на решение, то оно тем более выглядит нерелевантным, это решение. Об этом заявляли не раз и международные эксперты тоже об этом. Что касается президента, ее позиция в стране, она более репрезентативная, она не является руководителем страны, премьер является руководителем страны. Но вот в вопросе амнистии у нее есть. Вот ее и персональное, личное, прописанное в законе право на амнистирование на раз в год, или даже не один раз в год она объявляет амнистию и сама решает, кто вместе со своими советниками, кто войдет в этот список. Поэтому здесь абсолютно точно ее личная воля, которая не раз уже продемонстрировала, что за последние, наверное, с начала года, что она может яростно идти против правительства, против правящей партии. У нас нарисовался настоящий конфликт, просто конфликт с дебатами, с обидами, даже с оскорблениями в адрес президента со стороны правящей партии и каких-то членов правительства. И поэтому она, конечно, могла бы это сделать, мое мнение, я думаю, что это не вопрос того, что она чего-нибудь опасается, но она категорически и принципиально заявила уже не один раз, что Саакашвили она не помилует и объясняет это тем, что он заслуживает участие, которое у него есть. То есть она в претензиях к нему, видимо, согласна с теми претензиями, которые к нему предъявляет сегодняшнюю власть и Грузия. Ну, как вы думаете, это ее действительно такое искреннее, личное решение? Она считала, что он поступил неправильно, продемонстрировал такое неуважение к государственной границе Грузии? Или все-таки вот это решение, оно кем-то ей основано на чем-то другом решении? Я не знаю, может быть, правительство или еще кого-то? Я думаю, это ее личное решение. Я думаю, что у нее хватает силы и уверенности. Она по более серьезным вопросам, например, как война в Украине, чтобы Грузия поддерживала полностью международные санкции и позицию западного сообщества, она выступает очень яростно и очень резко, в том числе вступая в конфликт с правительством. Поэтому я думаю, у нее хватило бы и самообладания, и воли, чтобы это сделать. Поэтому думаю, что это искреннее ее мнение. И мнение это связано далеко не с тем, что он незаконно пересек границу Грузии. Далеко не с этим. То есть это одно из нарушений, которое ему изменяется, но основное осуждение связано с обвинениями в растрате государственных средств и в превышении власти. И вот именно вот эти пункты, я так думаю, опять же, я могу только основываться на том, что она заявляет, а также на свое мнение о том, насколько она полагается на собственное ощущение. Вот я считаю, что она полагается на собственное мнение, и причиной являются именно эти обвинения, а не незаконное пересечение границ. Я также хочу, Маргарита, и нашим слушателям напомнить, что Михаил Саакашвили является гражданином Украины, и в этом ключе я бы хотела спросить. А вы видите какое-то участие Украины в защите или освобождении, или прошении о помиловании господина Саакашвили? Может быть, были какие-то заявления посла, или украинского МЗС в Грузии вам приходилось слышать? Вообще Украина как-то участвует в этом? Ну, минимально. Во всяком случае, то, что есть на публике, минимально. И вообще, я последние несколько месяцев, даже до войны, во всяком случае, мне не попадалось вот так в публичном доступе, а я все-таки журналист, какие-то более или менее яркие шаги со стороны Украины в отношении Саакашвили. Когда он был арестован, и когда он объявил голодовку, тогда какие-то действия были. Было заявление посла, были встречи, на уровне МИДов, было обращение от МИДа, то, что сейчас я припоминаю, Украины. Но это было в прошлом году, осенью, когда он был задержан. И также приезжали врачи из Украины, и их не пускали, потом пустили. Там какая-то была неясная ситуация. Но это не было связано с правительством. По крайней мере, я публично, это не заявлялось, что это как-то связано. И все. Вот я другого ничего не могу сказать. Может быть, я что-то пропустила, но если я что-то пропустила, это тогда будет означать, что что-то было, но не столь серьезно и скорее для галочки. Вот, наверное, так можно сказать. Я вас поняла. Я также хочу напомнить, что когда Украина получила статус кандидата в Евросоюз, и Молдова тоже, были такие ожидания в Тбилиси. И когда этого не случилось, в Тбилиси произошли большие протесты, митинги в поддержку евроинтеграции Грузии. И даже, я помню, протестующие выходили и сказали, что если правительство не сделает какие-то шаги, чтобы ускорить вот эту евроинтеграцию Грузии, значит, митинги будут бессрочными. Что с этой точки зрения происходит? Продолжаются ли какие-то митинги? Или все утихло? Или вообще что? Ну, к сожалению, все это оказалось плохо подготовлено и мало обоснованно. И поэтому ничего не происходит сейчас в смысле протестов или митингов. Если говорить о публичной активности. Конечно, очень активные процессы идут в партийных, межпартийных обсуждениях, в неправительственные организации очень активные в этом поле, журналисты, в том числе, медиа, которая неправительственная. То есть процессы идут, но точно не на улицах. На улицах ничего не происходит. И когда первые акции были проведены, первые две, я бы сказала, одна была абсолютно беспрецедентно огромной, когда люди вышли именно показать свое возмущение властями, которых обвиняли в том, что они довели до того, что Грузия не получила этот статус. И очень много было людей и очень ярко участвовали разные слои населения, возрастные в том числе, очень разные. Но уже вторая, второй митинги, там потом еще какие-то попытки собрать, показали разброд в рядах организаторов. Оказалось, что у них нет какой-то конкретной цели. Вот заявления о том, что требуют что-либо от правительства, они же должны сопровождаться какими-то шагами по проверке выполнения своих требований. Должна быть какая-то программа, какие-то решения. Объявление бессрочных митингов должно сопровождаться активностью другой совсем. Но оказалось, что силы, которые стояли за организацией митингов, даже между собой не смогли прийти к какому-то согласию. И потом какие-то из представителей организаторов объявили, что они берут тайм-аут на то, чтобы согласовать позиции, выработать какую-то программу действий и затем уже объявить людям и призвать к каким-то акциям или не призвать. Но пока что, по крайней мере, такого решения не было объявлено. Правильно ли я подозреваю, догадываюсь, что, может быть, в этих протестах нет абсолютно четкого, ясного лидера? Или лидер есть? Конечно, конечно. Это всегда одна из главных проблем, когда нет лидера. Я иногда думаю, что наша власть, которая очень пассивна, инертна и даже реакционна в очень многих действиях, и правительство, и правящая партия, и парламент, который они контролируют, может быть, они по-прежнему имеют популярность и довольно устойчивые позиции, потому что у них есть лидер. И этот лидер как раз не находится во власти. Этот лидер – это олигарх Бедзина Иванишвили, который не имеет никаких государственных позиций уже. Но это был он, кто в 2012 году возглавил, создал и возглавил правящую партию «Грузинская мечта», кто стал премьер-министром и кто продолжает, по утверждению очень многих экспертов и специалистов управлять страной с теми. И он лидер, и, может быть, он и цементирует политику сегодняшнюю, очень невнятную, очень аморфную у правительства. Но у оппозиции нет лидера, у оппозиции достаточно сильный раскол, они объединяются на каких-то, часть из них, на каких-то основах, затем опять разбегаются в стороны, и каждый в основном за себя, а силы достаточно слабые у них. И они потерялись без Саакашвили или как? То есть, если бы был Саакашвили, то, может быть, это как бы обрело бы совершенно другой вид или нет? Ну, Саакашвили давно нет у нас. Дело не в том, что он вернулся, это же не значит, что он вдруг возглавил протесты. Саакашвили давно не является фигурой, которая была бы объединяющей. Во-первых, Саакашвили не поддерживает большую часть оппозиции, его самого. То есть, он для них неприемлемый как лидер, всегда был. И вот после смены власти, после cohabitation период, который у нас был, после 2012 года, и когда Саакашвили в итоге уехал и потом оказался на Украине, вот весь этот период времени по сегодняшний день Саакашвили не считали лидером абсолютное большинство оппозиции, кроме его партии, единое национальное движение. Даже и в тот период он не считался для них лидером, а тем более потом. Поэтому это совсем старая история, я бы сказала. Это не вопрос сейчас, что он в тюрьме. Абсолютно точно нет. Когда он приехал, он имел поддержку фанов, маленькой, небольшой группой таких яростных фанов. Ну и своей партии, в которой тоже многие говорят о том, что он не должен быть лидером и должен быть лидером. Очень интересно, ради чего он тогда так рисковал? Ну, мое мнение, которое разделяют также какие-то другие эксперты, в том, что он не рассчитал, что он имел другую картину, у него была какая-то другая информация, видимо, какие-то были источники, которым он доверял, и по которым он считал, что его уровень популярности и влиятельности в стране совсем другой, чем оказался на самом деле. И он, видимо, рассчитывал на всплеск, что страна просто выйдет на улицу и просто встанет в его поддержку. И то есть у него явно была ложная информация о том, каковы его реальные позиции сегодня в стране, каков его имидж, какова его влиятельность и вообще интерес к нему как к персоне даже, я бы сказала. Вот, ну, невероятно завышенный. И я бы тут, вот его сын давал недавно интервью нашим медиа Эдуард Саакашвили, и он там, оно очень было такое громкое, сыграло большое, очень обсуждается в обществе. И он сказал такую фразу, я думаю, это была большая ошибка. Вот, и я от себя могу это сказать, но вот я просто повторю, я думаю, это была большая ошибка. Большая ошибка. Просчет. Это был просчет. Он умный человек, он хороший стратег, но источники информации его явно подвели. Интересно. Будем следить за судьбой Михаила Саакашвили. Я вот недавно прочла новые данные, ну, сообщали грузинские медиа, что с момента вторжения России в Украину более 30 тысяч российских граждан уехали из России в Грузию. Скажите, пожалуйста, ощущается ли вот наплыв, большой наплыв российских граждан, какое к ним отношение? Вот я буквально вчера читала новости о том, что в Латвии беспокоятся, что, к примеру, к ним переезжают много российских журналистов. Даже если это так называемые либеральные журналисты открывают свои медиа, какая активность российских граждан в Грузии? И есть ли по этому поводу у кого-то какие-то опасения? Есть. Да, очень большие опасения. Очень большие опасения. Даже давайте назовем это словом страх. И, на мой взгляд, если говорить об оккупации и нападении России, то вот это и есть оккупация и нападение России, потому что вы сказали 30 тысяч. Нет. У нас только в июне 37 тысяч приехали. Просто в июне, в одном месяце у нас приехали 37 тысяч граждан России. Правда, сложно сказать. Сейчас туристический сезон, и поэтому у нас из года в год очень много отдыхающих приезжают из России. Поэтому пока что сложно сказать. Это будет виднее осенью. Какое количество людей из них выехали, а какое количество людей здесь остались. Но во всяком случае у нас увеличение приезда на 600 процентов, 700 процентов больше, чем это было в предыдущий год. И это для такой маленькой страны, как Грузия, в которой живет меньше 4 миллионов человек, такая интервенция языковая, культурная, ментальная, денежная. Потому что это огромная масса денег, которая вместе с ними заходит. И она далеко не... Очень небольшая ее часть крутится в системе. А в основном это работает как раз опять же на российский рынок. Вся эта масса. У нас обрушился курс доллара. И это ведет к полному обнищанию населения. Потому что цены не изменились. Цены как выросли, и даже продолжают расти. Но падение курса доллара и рост курса лари означает, что люди реально резко снижаются покупательные способности. То есть реально они получают денег столько же или там чуть больше, но купить на них они не могут ничего, потому что вся экономика привязана к доллару. И поэтому происходит обнищание населения, происходит замещение каких-то востребованных в бизнесе, например, позиций. поскольку для того, чтобы вести собственный бизнес, нужны инвестиции. Если ты нищаешь, если тебя вытесняет гораздо более богатая прослойка, приехавшая массово оттуда, то население вынуждено увеличивать эмиграции. Самые умные, самые образованные начали искать возможность уехать. Остальные переходят в обслуживающий сектор. То есть, на мой взгляд, мое мнение, происходит колонизация. Вот такая современная колонизация, которая не является захватом территории, но такая масса людей и с другой совершенно языковой и культурной средой, и с такими возможностями, финансами, которых нет у среднего класса здесь, это страшный риск для страны. Просто экзистенциальный, я бы сказала. Поэтому достаточно большой протест идет сегодня в Грузии. От журналистов, от интеллигенции, от неправительственных организаций публикуются исследования, экономические исследования. От правительства требуют ввести визовый режим и проверяют людей, которые въезжают. Не дать возможности всем подряд. В Грузии очень легко открыть свой бизнес, очень легко. Вам надо 20 минут для того, чтобы зарегистрировать компанию, реально. И просто буквально ничего. У нас очень упрощенная система. Ввести запреты или какие-то ограничения для граждан России, вести жесткую проверку, что именно делать, кто делает, что и куда уходят деньги, то есть какое происходит движение денег в этом случае. Но пока что, к сожалению, как заявляли наши оппозиционные политики, что кажется, об этом поняли деревья на проспекте Руставели, что эти меры надо срочно принимать. Деревья поняли, но власти все еще не поняли. Вы сейчас привели очень много причин культурные, экономические, языковые, но еще есть другой момент. Все-таки была война в 2008 году и сейчас происходит война в Украине. Наверное, это тоже какой-то отпечаток оставляет. Даже на каком-то бытовом уровне вообще происходят какие-то конфликты или это пока беспокоится этими вопросами, как вы сказали, журналисты и интеллигенция? Бытовые конфликты я бы не сказала, что они происходят и надеюсь, что они не будут происходить, потому что еще не хватало ксенофобии на этнической почве Грузии. Грузия многонациональная страна и у нас есть история ксенофобии на этнической почве. Я очень надеюсь, что это не повторится. Потому что здесь вопрос идет не о том, они русские или китайцы или кто они, а вопрос идет об идеологической составляющей. О том, что в голове у людей и о чем они думают, чего они хотят в большей степени. И поэтому проблемы у нас были довольно-таки много было каких-то инцидентов в начале, когда началась война, когда началось вторжение России в Украину, то вот где-то наверное в апреле вот так вот, когда поток пошел, он пошел с конца марта к нам. И тогда у нас довольно много было инцидентов. Массово не сдавали им квартиры, не впускали в отели, отказались банки и сейчас по-прежнему банки, все ведущие банки отказались открывать счет гражданам России. То есть если человек приходит с российским паспортом, они отказываются открывать им счет. Можно уточню, это такое консолидированное решение частных банков, то есть это не какая-то директива правительства? Нет, нет, нет. Ни в коем случае не директива правительства. Наоборот, от национального банка были какие-то неполитизированные сообщения. Во всяком случае ничего не было на эту тему, но это решение именно ведущих банков. Каждый банк принял сам по себе. Это даже не консолидированное, потому что оно вот так покатилось. Принял один, потом второй, потом третий. Это решение. И пооткрыть счет сегодня гражданин Руси очень сложно, очень сложно. То есть в основном открывают счета в каких-то мелких банках с странным каким-то контекстом, а в основных, которые входят в систему международную, вот там почти невозможно открыть счет. То есть были в том числе попытки нападения каких-то на улице, то есть звучали рассказы о том, что их оскорбляли где-то в магазине, например, или отказывались продавать, или бросали камни, даже такое было за то, что люди говорили по-русски. Но довольно активно наша медиа, я очень этому рада, объясняет, что сегодня по-русски у нас говорят армяне, азербайджанцы, приезжающие из Армении, азербайджанцы, с Украины приезжающие люди. Мы же не говорим по-украински. На каком же языке? Английский ни у вас, ни у нас особо не является основным языком. Поэтому со всеми своими друзьями-украинцами я говорю в основном на русском. С вами тоже я сейчас говорю не на английском, а на русском. И поэтому русский язык это не повод оскорблять человека, он может быть кто угодно. В том числе у нас есть собственные общины в Грузии, которые не знают грузинского и которые говорят на русском языке. Поэтому довольно активная была пропаганда у серьезных медиа прекратить третировать людей по принципу на каком языке они говорят. Ну и немножко сбавился вот этот накал ксенофобский. Хотя на многих кафе и ресторанах в центре, в частности, города можно увидеть надпись We don't speak Russian. То есть огромными буквами прямо на витрине будет написано. И она вот например только вчера мы ходили с друзьями вечером посидеть и на дверях ресторана был огромный такой плакат висел на английском который сообщал о том что мы коллектив этого ресторана осуждаем глубоко осуждаем вторжение России в Украину мы считаем нападение фашистским и заслуживающим суда мы считаем что Путин является преступником мировым и если вы не разделяете это мнение не входите в наш ресторан вот целый знаете вот прям такой большой текст был написан ну вот и я со своей точки со своей позиции как местный человек считаю это правильным то есть человека третировать за язык или национальность это неверно но за его взгляды абсолютно точно можно ограничивать Маргарита спасибо вам большое большое за такое окно в Грузию в рамках нашего эфира Маргарита Ахлияни главная редакторка видания GM News была на хвилях Радио НВ подписывайся на канал Радио НВ вот тут Редактор субтитров Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова